ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, собственно, мы с вами по-прежнему находимся в том месте, где якобы должно быть снаряжение кота. Я по-прежнему понятия не имею, куда нам идти, то есть как-то попасть ниже на уровень, где отсюда прыгать или там вниз спускаться. В общем, хрен его реально знает. Поэтому, я думаю, что просто в топку мы на это забьем этот квест. Сейчас пробуем, конечно, последнюю мою теорию небольшую. Там вот ниже есть какой-то спуск еще. Только не знаю, как-то попасть. Если это окажется не ано, то пойдем тогда по главным заданиям, потому что, по-прежнему, за кадром квесты оставшиеся. И там, в принципе, остались только основные сиротные задания, либо же вот такие подобные этому задания охоты за сокровищами. Которые меня, честно говоря, после того, что фейла, который был здесь, особо уже не приличают. Но, тем не менее, посмотрим сейчас вот снизу, может быть, пройти туда, куда нам нужно. То есть, по идее, получается вот так. Как-то аккуратно этой тропинкой. Не зря же она здесь есть. И, по-моему, это оно, друзья. Бинго. Просто сиренам этого сделать не удалось найти нужный путь. Но то получилось на данный момент. Ну что же, это радует. Так, волчья шкура. Да, конечно, не будет ни что. Ага, тут у нас иллюзия. Ну да, применим глазик. Посмотрим. Отлично. Убираем иллюзию. Попадаем в совершенно какое-то непонятное темное место. Довольно зловеще выглядящее. Какие-то звуки не очень хорошие, по-моему, там впереди раздаются. Давайте будем на щеку. Похож на огра. По-моему, это оно и есть. Либо огра, либо голем. Давайте посмотрим, что у нас есть против таких тварей. Есть ли, в принципе, что-то подобное, что может нам помочь. Во-первых, можно поставить какую-нибудь бомбу улучшенную. Например, улучшенный садом. Да, он ослепляет в радиусе взрыва. Нет, это не то. Вот, огненный взрыв. Вот это хорошая вещь. Так, давайте поставим вместо лунной пыли, например. Теперь масла. Яд повешенного никто. Кристоиды, дракониды, проклятые, вампиры, огры. Вот, по идее, огры, наверное. Посмотрим, что еще есть. Магические твари, трупоеды. Давайте пробуем тогда вот так вот. Не знаю, будем надеяться, что я не ошибусь с выбором. Очередные грибочки, очередная шляпа. Давайте сделаем тут побольше света. Пока есть такая возможность. И пойдем посмотрим, что же это такая за тварь. Жесткий. Очень жесткий какой-то. Голем. Черт возьми, это голем. А к чему у нас относятся големы? Давайте почитаем по-быстрому. Бестиария не запарюсь и реально найду статую инициативу и прочитаю. Потому что мне очень интересно, на самом деле, как с ними бороться правильно. Так. Верны, Велохвосты, Кликатуней, это все не то. Духи, призраки. Вряд ли это будет то, что нам нужно. Духи стихий, быть может. Да. Голем. Помогает дверемитовая бомба и масло против магических тварей. Ну что ж, по-быстрому тогда исправляем оплошности. И готовимся именно так. Масло против магических тварей. У меня такое было, по-моему. Трупоеды, магические твари, да. Так, замечательно. И дверемитовая бомба. Подожди, а нет, наверное, у нас все стоит в вещейке быстрее. Давайте посмотрим. Сон дракона. Лучше натанцуюсь звезда. Нет, к сожалению, такую бомбу у меня нет. Ладно, фиг с ним. Тогда ставим квен и вперед в бой, в принципе. Так, убираем тогда, наверное. Испытаем, попробуем. 14 уровня, довольно жесткая тварь должна быть. Ну да, неприятный. Он окомедительный довольно. Адаквен мне сбил. Ох, пошел в атаку, пошел, пошел. Теперь моя очередь, давай. Давай, сволочь. Так, снова сбил щит, значит, снова ставим новый. И понеслась. Сильный атак, наворачивайся. Ох, твою мать. Ладно, пока живем. Пока нормально все. Главное вовремя уклоняться. Главное не увлекаться ударами. Сделал парочку, отошел. Это что-то новенькое, по-моему. А, это он таким образом сдох. Тогда понятно. Жесть. Так, что с ним выпало? Дымный кристалл, эссенция чудовища и малый рунный камень. Неплохо. Очень даже неплохо. Теперь давайте сказать, что он тут охранял такое. Неужели просто тупо эти грибы? Сделаем, пожалуй, свет. И давайте посмотрим, что у нас тут, быть может, наверху. Интересного имеется. Какой-то проход. Нужен ключ. Ну да, конечно. Не все, блин, так просто. Где же мне этот ключ взять теперь? Вот вопрос. Давайте искать. Давайте смотреть внимательно по сторонам. Что-то мы явно упустили здесь, получается. Голема ключа не было. Оттуда, по-моему, мы пришли, правильно? Давайте, пожалуй, везде зажигать огни, там, где мы были. Здесь огонь есть, значит, оттуда мы пришли, получается. Хорошо, идем туда в эту сторону. И смотрим в оба глаза. Где же может быть долбанный ключ? Может, там, ниже? Пещера-то у нас у меня такая вообще нифига не маленькая. Я бы сказал. Нет, точнее, на выход, получается. Подожди, или тут мы были? Мы отсюда заходили. Вот этот труп. И я вылутал. Так. Давайте, второе просто пойдем налево и по кругу обойдем эту пещеру. План будет такой. Значит, здесь мы заходили. Давайте сходим теперь в ту сторону. Я просто там огонь увидел, подумал, что я там уже был. А это, значит, не совсем похоже на правду. Что такого подъема или спуска я не помню. Ну, вот, кажется, открытый проход. Без всякого ключа. Так, Геральт, стой. Чтобы подняться, вглядись в глубины. Интересная подсказка. Ну, да, поджигай. Так. Заметки ученого. Давайте посмотрим. Так, а вот и они. Согласно указаниям нашего учителя Ирениуса Варштайгерда, мы проводили серию исследований генотипа созданий, называемых посеместно утопцами. К сожалению, после применения яда, добываемого из рыбы фугу, все лабораторные экземпляры впали в спячку. В прошествии суток жизненные функции прекратились у всех особей, что сделало невозможно проведение дальнейших исследований. Матео Сикуляри. Рыба-фугу. Так, а это что такое? И? Ты просто промолчишь? Так, я статую повернул. Давайте подумаем туда, как их наповернуть. Мне кажется, знаете, мне кажется, должны испанить все внутрь, по идее. Все эти статуи, то есть поворачиваем их селицами туда. Чтобы подняться, вблизи глубины было написано, помните? Поэтому давайте попробуем вот так сделать, чтобы они все... Какого черта? Почему наповернулось обратно? Ладно, неважно. Просто и легко. Добиваем. Так, еще раз. Еще. Отлично. Это готово. Переходим к следующей. Так, вторая готова. Надеюсь, что моя теория окажется верна. Что я ничего не напутаю. Ну, там что-то еще интересное лежит. Нам это при помощи нужно будет с вами посмотреть. Но сначала все же статуя. Так, Геральт, не тормози, пожалуйста. Иди сюда. Так, да, я поворачиваю еще раз рубильник. Великолепно. Сколько еще осталось? По идее, две. Надеюсь, блин, что все окажется правильным. Так, вроде как последняя, правильно? И он та еще стоит как-то криво, по-моему. Так, готово. Да, вот та последняя получается. Геральт, боже мой, давай уже нажимай. Отлично. Да, то, что нужно. Открылся путь, но пока заходить туда не будем. Пока что давайте посмотрим, что там лежало. Интересно, что за сундук. Ох, там, блин, сколько утопцев. Твою же дивизию. Я уже отсюда их вижу. На радаре. Да будет свет. Странный рецепт. Интригует. Давайте посмотрим. Так, странный рецепт. Паскаль и Тима. У меня выдалось немного времени между операциями на этих вонючих утопцах, так что, как и обещал, пишу рецепт моего знаменитого острого цыпленка и гулеша из тыквы. Тыква, цеплящая ножка, можно куриную грудку, молоко, кокосовую пальму. Трудно сказать, но каждое первое среду месяца на Иградский порт прибывает корабль Пекенберга и сыновей. Так вот, эти пройдохи продают все, что хочешь, даже коней в полоску. Дальнейший список ингредиентов неразборчив. Да уж, очень полезная записка оказалась. Нам она прям пригодилась, просто я не знаю как. Так, ладно, давайте потихонечку зайдем уже туда, только я не знаю даже, блин, как же быть-то интересно. Может быть, постараться вымыть их наружу, либо же рукер-балетить надо, наверное, как-нибудь так попробовать с балетом. Офигеть. Ой, твою мать. Так, спокойно нырнем пониже. Твою мать. Высший прицел не поднимается просто. В общем, проблема. Блин. Так, вон на Гераль спокойно. Без паники. Отнимают они, в принципе, помало, поэтому ничего страшного. Давай уже, убей хотя бы кого-нибудь. Один готов, отлично. Второй и последнего. Готово. Так, хорошо. Что мы здесь, мать твою, ищем? Вот в чем вопрос. Давайте подышим, всплывем, наверное. Давай, набирайся воздуха, вот так-то лучше. Теперь еще раз ныряй. Так, а теперь давай смотреть. Ну, пока что, честно говоря, хрен его знает. Я ничего такого не вижу. Что могло бы мне тут помочь. Вот, может быть, проходит какой-то, где крушиная тропа, он плавал уже. И там, по идее, тупик оказался, да. Так, оно и есть. А, так это не крушиная, ключ лаборатории. Вот оно что, оказывается. Блин, мне показалось, что это трава. Сначала. Да, конечно, сныкана эта лаборатория. Будь здоров, на самом деле. Вообще, столько, блин, всякого нужно сделать, чтобы с собой попасть. Во-первых, с собой просто добраться нереально. Потому что находится на месте совершенно в заднице. Потом, втрех, тут на ночью голомку решить. Поплавать с утопцами и найти ключик. А там уже вернуться в ту дверь, которая была закрытая. Эпично, конечно, устроились. Надеюсь, это того стоило. Надеюсь, если бы там будет хорошая какая-нибудь шляпа, которая, знаете, там, хуже моего меща, допустим, окажется. Или хуже моей брони. Это было бы обидно, как минимум. Так, ну как-то у него вот эта дверь, по идее, закрытая впереди. И давайте попробуем сейчас ее открыть. Надеюсь, сейчас у нас все получится. Или это не она? Подожди, это не она. Это что-то другое. Тут мы не были. Интересно, а что у нас тогда здесь? Какого черта вообще? Так, ну, снова умеряем. А что еще остается? Так, что у нас там? Кристаллизированная эссенса, чистое сибро, линия шкура, волокно, обрезки кожи, интерная пыль, свинная шкура. В общем-то, неплохо, конечно, но... Все равно лут далеко не самый ценный. Так, а где мы оказались? Только не говорите мне, что в той самой лаборатории, где мы все время, на которой мы искали ключ. На общей лаборатории не похоже, конечно. То есть, есть сундук, серебряная руда, слеток, стали, холст, изумрудная пыль, красно-реский спирт, малый рунный камень, дована и козья шкура. Неплохо. Счет за голема или за голема, до сих пор не знаю, как правильно. Давайте почитаем. Голема у этого все равно уже убили, но прочтем, пожалуй. Выставлено Иегудой Левом, покупатель Эренус Варштайнгард. Название товара голем охранной глининой, глина фарфоровая. Гарантия в случае повреждения изделия следует безотлагательно обратиться в ближайшее отделение фирмы Иегудой Лев и ученики. Обслуживание товара может производиться только квалифицированным сотрудникам фирмы. Офигеть, если кто-то голема этого, получается, купил и постарался захоронять. Вот это удивительно. Так, секунду. С этим мы будем добороться по идее. Вот да, вот так. Есть тупик, в любом случае. Хотя подожди, что там такое было. Понятно, грибы. Так, все, уходим. А ты еще, мать твою, откуда ты взялся? Давай, давай, подходи обратно. Подходи сюда. Ну? Ну, сволочь. Нафига ты какой дерзкий? Так, надо, конечно, свалить. Нужно жизнь тратится моментально в этом месте. Давайте просто сюда свалим по-быстрому. И чем быстрее, тем лучше. Не буду пока пить ласточку. Не буду использовать также кошку. Тут, конечно, темновато, но ничего страшного. В принципе, видно более-менее. Окошка мне не очень нравится. Такое становится черно-белое. Какое-то... Ну, некрасивое, короче, скажем так. Так, ищем по-прежнему двери. А фиг узнает. Наверное, травма наверху. Надо подняться туда. Да, вроде как здесь была дверь закрытая. Угу. Вот и она. И теперь, наконец-таки, она открывается. Неужели? Ну, давайте посмотрим. Нет добра, нет зла, есть только боль. Ты кто такой? Это еще не конец. Какого черта? Кто ты такой? Я тебя понял. Ты огня не боишься, хорошо? Пробуем тогда ошеломлением, наверное. Семнадцатый левел. Жесткий. Однако сломался с одного удара. Вот так-то. Лунный клинок, лабораторный дневник, чертеж штаны Школы Кота, чертеж перчатки Школы Кота, сапоги и доспех. В общем, полный сет, друзья. Офигеть. Вот это круто. Это реально круто. Это того стоило, по-моему. Потом посмотрим, что он дает этот сет. Наверняка он окажется лучше, чем мой. Так что, пожалуй, потом мы будем переодеваться. Так, сундучок. Что у нас тут? Рунный камень, краснорюзский спирт, сапфировая пыль. Ну, в принципе, конечно, не очень, но пойдет. В совокупность со всем остальным. Дофига книжек новых всяких разных. Бутылка воды, краснорюзский спирт. Быстренько лутаем и уходим отсюда. Немерено всяких напитков. Еще. Давайте выпьем тогда по поводу этому. Потому что у нас, в принципе, еды воды дофига на себе. Можно и особо не экономить. И когда нужно, даже немножко нухилиться. Так, хорошо. Что еще осталось с необысканным? Поведи вот этот полк, он для него как-то не достать, по-моему, отсюда. Не получается. Зато вот так можно. Вроде как выходит, что все получается. Больше тут ничего интересного нет. По крайней мере, на первый взгляд. Ну что же, это было эпично. Какой-то непонятный чувак. Реально странный. Какая-то пентаграмма, блин. Хрен его знает. На самом деле, реально крипового немножко. Но как бы не было, теперь у нас есть целый сет школы кота. Ну, в будущем, конечно. В теории. По крайней мере, чертежи мы нашли. Целого доспеха. И это очень даже хорошо. Давай, Геральт, пожалуйста, не настревайте. В общем, прошу. Боже ж ты мой. Так, верлюсь. Да, вот всякая фигня. Выходим, я так полагаю, тем же путем, что и пришли, судя по всему. Потому что другого пути тут просто-напросто не вижу. Жалко, конечно, бежать довольно много, но дофиг с ним, ничего страшного. Пробежимся. Выйдем уже на улице, наверное, на белый воздух, на белый день. И там уже почитаем, собственно, что мы там подняли за письмо очередное. Что оно из себя представляет. Так, надеюсь, что это выход. Что-то теперь у нас столько путей было всяких разных. Ну, вроде как, да, это оно. Ну, что же, прекрасно. Это было реально эпично. Давайте посмотрим, что мы там подняли. Рюкзак. Лунный клинок неплохой, но похуже моего. Вот камни на сайте всегда хорошо, камни пригодятся. Великтовый меч еще один неплохой, такой Макгрим. Дейтвин. Блин, по мечам, конечно, все очень круто у нас. Так, броня, броня всякая разная. В принципе, всякая ерунда. В остальном. Окей, хорошо. Смотрим-то на записку. Лабораторный дневник. День первый. К счастью, телепорт перебросил нас прямо в лабораторию. Как хорошо вернуться домой? Мы уже до смерти обдрыли эту дырявую калошу. Надеюсь, что буря, которая вызвала побережье Нив, разнесла ее в мелкие щепки. Эксперименты над топцами, проводимые учениками в отсутствии, они принесли ожидаемых результатов. Как всегда, все надо сделать самому. Даю объекту отвара лекарственного мака. Благодаря маковому молоку, удерживаю ведьмака в полуобесценательном состоянии. Эрго, он не будет способен к какому-то нибудь сопротивлению. Начиная исследование до писка, придется задержаться за планированных исследований, дабы убрать разрешительную часть лаборатории. Я провел операцию по соединению костей предплеща одного из моих помощников. Даю ведьмаку четверенную дозу макового молока. День четвертый. Невероятное сопротивление организма физическим пыткам. Только второй день интенсивной работы позволило его сломать. Результат относительно приемлемый. Средними об обучении ведьмаков, ведьмачья школа кота и инженери. Как я и предполагал, чертежи доспехов, оружие ведьмаков школы кота большинство эльфийского происхождения. Эту школу должно что-то связывать со старшим народом. Дописка. Неужели основатель был из Айен Сейтхи? Объект непригоден к дальнейшим допросам. Я проснул выдачу макового молока. День седьмой. Угостил его экстрактом дурмана и щавелева. У нормальных представителей видов человека и у Айен Сейтхи этот отвар вызывает поражение нервных узлов, впоследствии также нервных окончаний. В результате этого наступает поражение дыхательных мышц и сердца, затем гибрид души. Ведьмак, однако, не является нормальным представителем ни одного из видов. Яд, разумеется, вызвал легкое раздражение. Сиг нервной системы. Однако мутирующий организм быстро нейтрализовал коллоиды. В течение нескольких часов исчезли все симптомы пронименения яда. День пятнадцатого. Действие жалом морской осы не принесло одержанных результатов, чтобы усилить действие яда, поливая раны этиловым спиртом. Нервная система кажется устойчивой к воздействию токсинов. День двадцатый. Объект прошел пытки ядом, ожогами, холодом, голодом, подвергался обезвоживанию. Несмотря на это, его организм сохранит обеспособность. Он самостоятельно принимает корм и жидкость. Собственными силами передвигается по камере. В состоянии катикулировать простейшие реплики. Не надо пить, не бейте, умоляю. Вывод. Согласно моим предположениям, Ведьмак является совершенным аргументом. Аргументом. Демон, сокращенный в столь неидеально подготовленном эгоизме, станет воплощением смерти. Настоящей немезидой, которая будет служить только мне. Со временем Малоспины и Альзура никому не удавалось дать более могущественного существа. Это великий день для науки. Время начать инкантанцию. Офигеть, блин. Вот это, конечно... О, тихо, тихо, не падай. Вот это да. Вот это просто пипец. Ну что же, это было эпично, друзья. Осталось лишь только два места обыскать, так понимаю, да? Для того, чтобы у нас был полный сет. То есть и меч стальной, и меч серебряный, скорее всего, еще остались. Учитывая, что броня у нас уже имеется. Но этим, пожалуй, займемся потом, попозже. Пока что хватит, наверное, и такого сета. Не так столько времени потратили нас сами на поиски этой брони, но я думаю, что это того стоило. Как минимум, было очень интересно, и как минимум, теперь у нас тоже будет какой-то... крутой доспех, по идее, в будущем. Давайте посмотрим, где у нас по карте ближайший кузнец, пойдем к нему сходим, да, может быть, сразу скуем. Если получится. Так, так, так. Честно говоря, пока не вижу. Как ни странно, ни одного не вижу. Где-то там по-любому должно быть, поэтому просто побежим дальше через город и где-нибудь там найдем. Просто бегать надо не по набережной, а по центральным улицам. И, пожалуй, днем, поэтому давайте помедитируем. Так, медитация. Часиков этак до 11. Смело. Нужно быть очень уверенным в себе, чтобы костер называть избавлением от грехов. Ну да, наверное. Не совсем правильным путем он пошел, я это уже прекрасно понимаю, но я просто, наверное, сделаю немного все проще. Переплыл на другой берег на лодочке. Надеюсь, рыбак особо не обидится. Так, давай, Геральт. Поплыли. Тут плыть-то, в принципе, ерунда. Ну так, в любом случае, будет быстрее, чем пешком. Ну вот и готово. А вот теперь уже давайте оба глаза смотреть, где тут может быть кузнец. Фига, что он сделал. Видели, какой карабать? Как он сальтух, потом он через забор. Неплохо, неплохо. Да как тебе сказать. Может, и видел. Отлично. А, это какой-то тупой броник, помните? Он вообще ни о чем был. Я помню его. Нафиг, мне он не годится. Мне нужен кто-нибудь поэпичнее. Так. Деньги у тебя имеются, купец? Да что-то, сами выскакивают. Это радует. Надеюсь, так оно и есть. Да, денег у него немного завалялось, поэтому можно парить ему всякий хлам, но начнем мы не отсюда, начнем мы именно с вот таких вот вещей. Подожди, аллахимия, другие предметы. Да вот, что нам нужно. Так, козьи шкуры уходят смело, туда же свиные шкуры, далее туда олени шкуры все, волчи. Так, пару трубок, черепа, всякая фигня, короче, фиалы, сломанные грабли, бритвы, козьи шкуры, медвежьи шкуры, гниющее мясо, лошадиная шкура, сука насекового хлама, боже ж ты мой, а, топор, свечки, прах, ведьмина кукла. Ладно, тоже впарим, короче, сейчас будет все таскать, нафиг надо, только место занимает. Давайте продадим. Вот эти предметы оставим. Ах ты, твою мать, один продал. Только Блингулю давайте оставим, в итоге продаю. Ладно, это было случайно. Так, ну по идее можно впарить еще пиво, потому что я его не пью. Я решил вести трезвую жизнь, и поэтому всю эту фигню продаю. Так, это что такое? Малиновый сок, пожалуй, оставлю. Неплохо. Вот мечи с броней продавать совершенно неохота, на самом деле, этому чуваку. Лучше я продам их кузнецу. Денег у меня и так навалом, 9600, но все-таки это того стоит. К тому же там некоторые можно даже попробовать разобрать. Так, где мы вообще находимся? Давайте поглядим на карту еще раз. И поставим меточку, допустим, вот сюда, на главную площадь. Быть может там что-то мы сможем найти. То, что нам нужно. Какого-нибудь нормального кузнеца, который умеет с наковальни обращаться. Вот там еще один нарисовался. Давайте сбегаем, посмотрим. Так я и поверила. Во что поверила? Так, подожди, а где он тут был только что? Вот. Эм. А, так это вот же есть. Какого черта? Округаем берегу уже, боже мой. О, да, ладно, хорошо. Ничего страшного. Идем прямо дальше. Тупо на центральную площадь, если, конечно, это она. Да, это она, где-то тут должен быть кузнец. По-моему, это в углу, там вот в левом. Если я не ошибаюсь. Так, нет, подожди, не то, значит, здесь. Травники. Блин, все не то. Кси, травник. Что у тебя есть? Покажи. А покажи, покажи, может, я куплю. Не надо ли, говорит, тебе чего? Еще как надо, но у тебя этого просто, скорее всего, нету. Что это чудище? Вот я обалдею, если есть. Мне нифига подобного. Или чудовища у него, к сожалению, отсутствует. Ну, еще бы. Предмет довольно редкий, как мы поняли уже. Ладно, будь здоров, ищем кузнеца. Зажиточный горожанин, то все не то. Подожди, с ним тоже можно торговать? Это интересно. Прошу, прошу, кого я вижу? Сам белый волк посетил мои скромные чертоги. Чем могу служить? Ну, такие уж и скромные. А что у тебя вообще есть с играми в Глинт? Мне понадобится заем, я хочу обменять валюту. Как идут дела вообще? Давай спросим до начала. Как идут дела? Вам правда интересно? Других вопросов в голову не приходит. Это все равно, что спрашивать рыбака о клеве или старую бабку, как здоровье. Дела идут. На войне можно заработать, если знать как. Еще прежде, чем Нильфгард перешел к Онтер, я подписал контракт на доставку древесины и железа из Ковера на гарантированных условиях. Так что получил на этом 7-кратную прибыль. Неплохо. Так только кажется. Если вычесть подушный налог на нелюдей, церковные бодати, военный налог и текущие расходы, то остается мелочь с дюжину сундуков и более. Да уж действительно мелочь. Нафигеть. Так, я хочу менять валюту. У меня есть немного денег, я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. Слушайте, клево. Аккаунт, тут есть банк. Кроны, 1146. Нифига себе. Офигенно. Вот это я понимаю дело. Тут все это время был банк. А вот там вот и броник. То, что нужно. То, что доктор прописал. Так, здравствуй, дорогой. Да кто посаневался. Давай посмотрим. Так, сразу же включаем ремесло. И смотрим. Доспех школы. Кота. Так, что он давит? По идее броня у него гораздо круче. Требуется, конечно, уровень 17. Но у нас осталось пол левела, поэтому я думаю, что мы докачаемся. Ничего страшного. Сила атаки плюс 5%. Сопротивление урона плюс 5%. Сопротивление стихиям плюс 20%. Очень даже неплохо. Очень, очень даже неплохо. Ну что ж, давайте сготовим. Так, готово. Смотрим дальше. Гомбинезон у нас мало интересует. Доспеха себе уже сделал. Так, перчатки смотрим. Школа кота. Тоже броня, видите, лучше на 8. Сила атаки плюс 3. Сопротивление урона на чудовищ. Плюс 11. Сопротивление стихиям плюс 5. Замечательно. Топорника еще есть какие-то. Они, по идее, даже получше, чем мои на данный момент текущие. Но у них хуже покоратели некоторые. Поэтому смысла делать их нет. Осталось полуровня повторять. Потом наденем уже красивый. Крутой сет. Так, сапожки. Тоже броня на плюс 8. Тоже сила атаки. Урона на чудовище. Сопротивление стихиям. Неплохо, неплохо. Прокачиваем сапожки. И осталось, по идее, штаны. Так. Ну, как раз и штаны. Что-то нам не хватает. Давайте посмотрим, что. Блески кожи. Так, по идее, что-то можно разобрать. Я думаю, что какой-нибудь меч один из моих. Вот этих вот крутых. Какой из них тут самый лучший? Так, посмотрим. Это все не то. Уже пошло. Не то, что нам нужно. Так. 184. Вот это, по идее, самый крутой. Давайте вот его разберем тогда. Получается, кожаные ремешки с него подавят. Ну, вот обрезки. Давайте тогда лучше обрезки. Стоит, конечно, немерено, например, забрать меч такой. Но, надеюсь, что это того стоит. Так. Итого, давайте смотреть тогда. Получается ремесло. Так. Болты не то. Доспехи не то. Компоненты мусора закрываем. Перчатки, сапоги, серебряные мечи, стальное оружие, штаны. Штаны школы кота. Замечательно, друзья. У нас с вами есть полный сет. Ну, теперь давайте продадим. Теперь денег у него немерено, я так полагаю. 2700. Поэтому, в принципе, забираем реликтовый меч раз. Реликтовый меч два. Это оставим себе все еще все равно. Гамбинзол лучника забирай. Охотника туда же. Далее штаны топорника. Сапоги убийц, которые очень похуже. Кавалерийские сапоги. Мечника, штаны убийцы. В общем-то, всякий хлам. Так, это что такое? Хуже мой арбалет, поэтому продадим. Ну, в принципе, и все. 12 тысяч денег, офигеть. Очень даже неплохо, на самом деле, я считаю. Что ж, будь здоров. Будь здоров. Ну, на этой ноте, пожалуй, друзья, я с вами тоже попрощаюсь. Так что вы тоже будьте здоровы, берегите себя. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось видео. Также не забывайте про комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на канал, кто до сих пор этого не сделал. Потому что здесь много всего интересного. А для вас, желаю, комментировал Баланда. Это была игра... Ведьмак 3. Дикая охота. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова